Очень рад вас всех сегодня видеть. У нас большой день, как вы понимаете. У нас у всех большой день, потому что не каждый день, это вообще-то и никогда, в Екатеринбурге, работ Леонардо Винчи увидеть было нельзя. И вот, благодаря стечению многих обстоятельств и усилию воли многих людей и сил многих институций, то, о чем еще недавно, мне кажется, даже и представить себе было сложно, вдруг вот здесь, в рамках Инопрома 2021, как культурная программа, потому что, конечно, Леонардо Винчи был совершенно выдающимся художником, который сумел объединить художественный поиск с технологическим, с техническим и возвел как раз вот эту технологическую эстетику в рамк наиболее важного и выдающегося способа познания мира, что, конечно, больше всего и важно. Искусство — это тоже способ познавать мир. И нам, в том выстремляющемся мире, в котором мы все сейчас находимся, я думаю, важно находить любую возможность и черпать вдохновение и знание во всех сферах. Именно Леонардо Винчи был советом, который сумел соединить все эти разнонаправленные поиски в одном. Именно поэтому выставка называется «Леонардо Винчи — универсальный человек». Ну, и рисунки из Турина, потому что это, собственно, то самое важное, что здесь у нас представлено. Я хотел бы поблагодарить коллег из туринских музеев Турина, потому что благодаря им мы сумели показать и привезти сюда эти работы. И у нас представлен... Мы перейдем в эту часть хорошо позже. Но также я бы хотел бы поблагодарить музеи науки и техники Милана, потому что благодаря им мы можем также увидеть на выставке реконструкцию тех механизмов, которые нарисованы, были изображены, вернее, в кодексе «Полете птиц», которые составляют важную часть нашей выставки. Но об этом мы, я думаю, поговорим еще позже. И нельзя не упомянуть, помимо уже обозначенных музеев компании «Мондо Мостро», благодаря которой мы сумели найти общий язык и суметь объединить все эти разрозненные как раз стремления и желания, которые возникали у всех участников этой выставки, но и также, конечно, генерального партнера, спонсора этой выставки — Банка ВТБ. И я бы хотел пригласить сюда Алексея Сергеевича Долгова, представителя Банка ВТБ. Доброе утро. Спасибо, Илья, за представление. Действительно, Банк ВТБ считает ключевым поддержку культурного наследия, и это является одним из ключевых направлений поддержки. Банк ВТБ не первый год участвует в реализации проектов, и до этого были реализованы проекты на территории Милана в 19-20-х годах. Важно также, что данная выставка является культурной составляющей большой выставки международной инопрома на территории Екатеринбурга, и тоже это будет являться одним из знаковым началом. И в рамках этой выставки, которая будет проходить, и не только для гостей, но также эта выставка будет доступна и для жителей нашего города. Важно, что взаимодействие между Тулинским музеем будет продолжаться и в последующих годах. И главное, что помимо гостей, выставки на трон, могут и обычные жители, чтобы до конца августа фактически происходить эта выставка. Поэтому огромное спасибо, что это действительно состоялось. Состоялось именно в Екатеринбурге, и мы рады также привезти сюда и не только, опять же, жителей города, но и своих клиентов, которые также посетят эту выставку и сегодня, и завтра, то есть в момент ее отелях на этом городской. Большое спасибо, Алексей Сергеевич. И я бы также хотел обратить внимание и пригласить к нам Клаудио Джорджон, председателя, акуратора Миланского музея науки и техники и большого, лучшего в нашей округе, теперь, специалиста Полината Доринча. Как раз Клаудио расскажет о некоторых интересных фактах, и мы вместе пойдем через выставочный зал, чтобы не упустить ничего важного. Спасибо за субтитры Алексею Доринча. Я надеюсь, что это мунистративо станет одной из первых, которые впоследствии позволят дальше возить работу Миланда в другие города. Наталья Зонова, как раз представитель компании Монда Монстра, которая благодарна согласилась помочь нам с переводом, но это лишь вершина от того, что было сделано и для того, чтобы выставка здесь состоялась. Поэтому давайте пройдем дальше и завтра.